Вот постоянная обеспечительность нашего блога Екатерина Савина. Она, кстати, работает в детском саду воспитателем, то есть хорошо детей себе представляет, близко видит. Она считает, что дети очень любят, когда есть некая проблемная ситуация, может быть, даже случившаяся по вине маленького главного героя, и интересное решение, как исправить положение. Но Екатерина считает, что, к сожалению, таких книг, про которые можно сказать, что они действительно толковые, и в них есть некая мораль, не так уж много. Вот это вот слово «мораль», которой вы боитесь, вот, которую вы так изгоняете из книжек. А всё ж таки, она там есть. Вы знаете, что я вам скажу? Да, я не люблю, я боюсь это немножко неточно, я его не люблю, вот по какой причине. Мне кажется, очень важно создать такое пространство, когда ребёнок сделает, то есть можно его взять за руку или даже взять на руки, пронести и поставить вот на эту мораль, сказать, вот, смотри, видишь, вот это так. А можно так выстроить пространство книги, чтобы он сам сказал, ах, вот это о чём. И это совершенно другой результат, когда эта внутренняя работа, она проделана. Вот мне кажется, что литература, в общем-то, должна заниматься именно этим, не выдавать инструкцию, там, первое, второе, третье, четвёртое, а всё-таки вызывать определённые переживания, сложные чувства, которые ребёнка приведут, вот, ну, к тому же, о чём говорила вот читательница.